Первое слово по новой старой традиции я передаю Никите Андреевичу Ломагину, как человеку, который многие годы сохраняет память о подвиге ленинградцев. Никита Андреевич, Вам слово. Уважаемые друзья, коллеги, для меня большая честь выступать на этой конференции перед ветеранами, перед коллегами-историками. И тема моего выступления, она напрямую связана с тем местом, где мы сейчас находимся, поскольку единственной причиной того, что произошло с Ленинградом, была нацистская Германия, была стратегия, которая была разработана в отношении Советского Союза. В целом и в частности Ленинграда. Существует достаточно большая литература, и все историки всегда начинают именно с этого. Откуда я знаю то, о чем буду говорить? Вот на этом слайде есть немецкие источники о том, каким образом Вермахт планировал ведение войны против крупных городов, и в том числе в отношении Ленинграда. Есть замечательная книжка немецкого историка Йорга Гансенмюлера, которая посвящена нацистской стратегии в отношении Ленинграда, где он, пожалуй, первым из немецких авторов в 2005 году назвал вот этим термином геноцид, то, что осуществлял Вермахт и нацистское руководство в отношении Ленинграда. Это книга о преступлениях Вермахта и войны на уничтожение, которую нацистская Германия вела в 1941-1944 году. И в этом смысле, конечно же, мы говорим и о наших источниках, о наших авторах и коллеге Борозняке, который посвятил специальную работу, посвященную блокаде Ленинграда в немецкой историографии. Ну, ваш покорный слуга опубликовал материалы немецких спецслужб, военной разведки и политической разведки Вермахта, которые касались Ленинграда. Собственно говоря, о чем идет речь? Ленинград – это часть стратегии Блицкрига, часть порабощения Советского Союза, Советский Союз – большое перо, которое нужно осваивать. И в этом смысле для нас чрезвычайно важно знать, какое место Ленинград и Северо-Запад занимал в нацистских планах. Вот если мы посмотрим на план ОСТ, который нам доступен, и в деталях он описан, я за неимением времени не буду подробно останавливаться. Еще до войны Ленинград и Северо-Запад воспринимались как непродуктивная область и непродуктивная лесная зона с большим избыточным населением. И, соответственно, в результате освоения вот этого пирога здесь, на территории, где до войны проживало более 4 миллионов человек, включая Ленинград с населением в 3 миллиона 200 тысяч, должно было остаться 200 тысяч человек. То есть еще, и даже не говоря про план Барбаросса, мы понимаем, о чем шла речь. Речь шла о прекращении существования Ленинграда как одного из крупнейших мегаполисов Европы. Ленинград был важнейшей целью Гитлера, и было для этого много причин. Это и вторая столица, и колыбель революции, и последний бастион большевизма на Балтийском море. Балтийское море играло ключевую роль в продолжении нацистской войны против Великобритании. Здесь немцы собирались создать учебный центр и спокойно готовить подводников для того, чтобы продолжать войну против Великобритании. Цель прежняя, это безопасный подвоз и снабжение группы армии Север, и, собственно говоря, эксплуатация оккупированной территории Советского Союза, опять же, используя ту же самую Балтику. Мы с вами знаем, что по плану Барбароса город должен был быть взят в течение 6-8 недель героическая оборона города, Лужский оборонительный рубеж, ополченцы вместе с регулярной армией эти планы сорвали. Ленинград оказался первым городом, который немцы хотели взять и не взяли. И в связи с потерей времени, с огромными потерями личного состава, унтерофицерского состава, который вставляли треть, немцы потеряли треть унтерофицеров на ленинградском направлении, встал вопрос, что делать дальше. И в силу ряда причин и ограниченности ресурсов той распутицы, которая ожидала нацистов, было принято решение о новой стратегии добиться цели посредством блокады ударов с воздуха и артобстрелов. Вот тот приказ по немецкой армии, подписанный Гальдером, генерал-полковником, который определял блокаду как основной инструмент решения задачи и блокаду как форму геноцида. Собственно говоря, вот эти документы были представлены в суде, о котором уже шла речь в октябре 2022 года. Собственно, я выступал в качестве эксперта и ссылался на то, что геноцид как преступление, оно планировалось, оно нашло воплощение в распорядительных документах, в приказах. И не только вот в этом приказе, который можно воспринимать как некую декларацию, но и в приказах, которые были приняты на уровне дивизий, которые находились под Ленинградом. Вот вы видите приказ генерал-майора Клефеля, дивизия которого находилась в Петергофе, где речь шла о том, что любые попытки в условиях начавшегося голода гражданского населения выйти за пределы Ленинграда, будь то женщины, старики или дети, должно предотвращаться сначала с заградительным огнем, а затем огнем на поражение. То есть, по большому счету, вот 28 августа, первый приказ, 13 сентября и аналогичные приказы показывали безальтернативность для Ленинграда, для ленинградцев той борьбы, которую они вели. И что чрезвычайно важно, что эти приказы зачитывались перед строем немецких дивизий, что означает, что все те, кто находился под Ленинградом в составе вермахта, они были осведомлены о том, что они делают. И поэтому ответственность, естественно, несли не только те, кто издавал эти преступные приказы, но и те, кто был готов их осуществить. Вот один из примеров того, каким образом немецкие войска были готовы выполнить эти приказы. В дневнике боевых действий группы армии «Север» есть немало материалов инспекционных поездок в дивизии, войска. И вот на этом слайде вы видите, что инспекторы группы армии «Север» подтверждают, что, соответственно, в 58-й дивизии, если я правильно вижу, выполнить этот приказ немецкие войска были готовы. И, соответственно, аналогичные документы у нас есть и по другим дивизиям. Когда встал лед на Финском заливе, немцы поставили задачу создать условия, которые бы предотвратили возможность перехода по льду Финского залива гражданского населения, используя колючую проволоку, минирование и так далее, и все вот это вместе взятое, безусловно, квалифицирует то, что делали нацисты в отношении Ленинграда актом геноцида. Вот инспекционная поездка в 58-й дивизию, о которой я говорил. Далее, чрезвычайно важная вещь, то, о чем мы раньше не говорили, это после того, как наступила фаза позиционной войны, были документы, они есть, опубликованы, вы видите, ссылка на одну из немецких книг, война, которая не началась, о разработке плана использования химического оружия в отношении Ленинграда, поскольку в части немецкого командования это представлялось оптимальным решением вопроса. Случилось так, что линия фронта быстро сместилась, контрнаступление под Москвой немецкие планы спутало, было ряд других причин, но, тем не менее, эта опция лежала, как говорят, на столе, и еще раз подтверждает человеконенавистические планы нацистской Германии. Ну и немцы вернулись к идее захвата города уже летом 42-го года, когда они осознали значение Ленинграда и стратегическое значение, после того, как понимание сохранения города в руках Красной Армии обозначило контроль над одной из важнейших коммуникаций, по которой осуществлялась транспортировка грузов по Ленд-Лизу из Мурманска и Архангельска, и это тоже ориентировало нацистского руководства на то, что проблему Ленинграда совместно с финскими войсками нужно решать. Вот была разработана операция Норд-Листь, Северное Сияние, опять же, за неимением времени я не буду о ней подробно останавливаться. И бомбежки и артобстрелы как одна из важнейших инструментов терроризирования населения, не выведения строя объектов. Вот, опять же, если мы сравниваем масштабы потерь, которые противник нанес в результате этих бомбежек и обстрелов с количеством жертв от голода, они как бы несопоставимы, но мы должны учитывать, что население находилось в условиях постоянной угрозы, террора, тем более, что от артиллерийских обстрелов никаких возможностей защититься не было, и предупредить об этих артиллерийских обстрелах, в отличие от бомбежек, возможности не было. Более 600 дней из всего периода блокады города город подвергался жесточайшим артиллерийским обстрелам. Ну и в завершении своего краткого выступления, конечно, мы должны сказать, что блокада уникальна, это самая жертвенная битва, самая продолжительная осада, и, наверное, чрезвычайно важно, если мы говорим о всемирно-историческом значении Ленинграда, который выходит за пределы, собственно, Великой Отечественной войны, подытоживание опыта блокады привело к появлению чрезвычайно важной нормы международного гуманитарного права, который запрещает использование голода как средство ведения войны. А если мы говорим о опыте Советского Союза, вот на основании подытоживания того, что происходило у нас, была создана модель продовольственной безопасности в 1944-1945 году, которая впоследствии, если те, кто помнит советскую историю, нашла свое воплощение в продовольственной программе, которая была реализована уже в 80-е годы. Это самодостаточность крупных городов-мегаполисов. Спасибо большое за внимание.